Это вопрос сложный. Они, безусловно, являются героями с точки зрения формального определения, то есть они жертвуют своей жизнью ради чего-то. Но вот ради чего они жертвуют своей жизнью, это вопрос сложный. То есть те люди, которые там, добровольцы, которые туда ездят, ну как те, которые там сражались за Сербию, которые сражались за Приднестровье, там у нас много было таких, последние бойцы империи в начале 90-х. Они, в общем, либо все погибли, либо постепенно рассеялись и утратили свой пыл. Самых последних, как Квачкова, посадили по явно спровоцированному делу. Ну, у нас они еще погибали в Чечне. Но сегодня ситуация меняется, потому что они могут выиграть. И если они выиграют, то их станет сильно больше. Но нужно при этом понимать, что с точки зрения рядового обывателя, эти люди ничуть не менее опасны, чем бандеровцы. Это люди, которые не просто готовы свою жизнь за идею положить, они и других заставляют драться за идею. Вот, например, вопрос, почему чехи так рады, что они теперь не с Россией, а с Западом? Почему прибалты так рады? Ну, сейчас они уже сильно меньше рады, когда уровень жизни стал сильно падать. Но, тем не менее, по очень простой причине. Они профессиональные обыватели. Вот если вы почитаете «Бравого солдата Швейка», там понятно. Самая цель жизни – вечером после работы прийти в пивную и там, значит, погулять. Вот это цель жизни. И когда тебе говорят, что надо решать какую-то сверхзадачу, или там строить коммунизм, или бороться с тоталитарным режимом, или еще что-то, то обыватель говорит «чур меня». Вот проблема главная. И в этом смысле бандеровцы от каких-нибудь там чехов отличаются мало. То есть это такие националисты, но которые хотят… Вот мы тут установим свой собственный мирок, и никто не посмеет нас заставить что-то делать не так, как мы не хотим. Собственно говоря, Украина – это такая вот квинтэссенция деревенской жизни. То есть я на это обращал внимание еще очень давно. Меня всегда поражало, что Киев, который теоретически мог бы претендовать на столичные функции, ну реально, то есть он по статусу в СССР был выше Ленинграда. Ленинград был областной центр, а Киев все-таки центр республиканский. Демонстративно деревенский провинциальный город. Не его кто-то делал, а сами жители Киева делали его таким. В этом смысле он разительно отличается, например, от Минска, который куда более живой и как бы интересующийся город. Ну вот что делать? Вот так. Спасибо. 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 Спасибо.